Всем привет! Новая посылочка из Китая уже подоспела, а точнее посылочки. Заказ я сделала на сайте Гомис. Ссылка на все товары будет, как всегда, в описании. На этот раз одежды будет мало, зато будут всякие прикольные штучки. Так что давайте уже быстрее резать эти посылки. Итак, коробочка. Ммм, очередные кроссовки. И снова розовые. Кроссовок много не бывает. У меня, кстати, уже двое розовых кроссовок. Одни вот эти, а вторые замшевые. Ну, типа замшевые, которые я вам показывала в прошлом видео. Я поназаказывала себе кроссовок под розовую курточку, которую я, между прочим, еще даже не купила. Я хочу себе на осень коротенькую розовую курточку. Но не ярко-розовую, а знаете, такую пудровую. Очень логично покупать себе кроссовки под курточку, которая у тебя только в мечтах, а не в шкафу. Ладно, нужно хоть примерить их. Кроссовки четко по размеру. У меня 36,5, а заказала я 37. Очень комфортно в них, пошито аккуратно. Нигде ничего не торчит. В общем, что тут добавить? Они классные. Снова коробочка, только теперь маленькая. Это же смарт-лампочка. Вот она, какая красотка. Она светит разными цветами. В прошлой такой моей лампочке был еще и пульт. Ну, тут только инструкция, тут пульта нету. А, она управляется с телефона. Как классно и удобно. Я, когда с ней разберусь, я вам все подробненько покажу. Рассказываю. Нужно скачать приложение, которое управляет этой лампочкой. Найти ее по Wi-Fi. И все. Тут можно регулировать яркость и теплоту света. Менять цвета в зависимости от вашего настроения. Запрограммировать плавное переливание света. Еще тут где-то есть таймер на выключение света. Но я еще не разобралась. Я пока балуюсь цветами. Крутая лампочка. Ой, а что это такое мягенькое, тепленькое, уютненькое? Какая красота. А какой крутой олень? Это теплое платье с оленем. Лето только закончилось, а я уже готовлюсь на зиму. Платье очень приятное к телу и теплое. А олень вообще милаха. Все качественно пошито, нигде не торчат нитки, швы ровненькие. Но меня вот смущает размер. На сайте не было эски, и я взяла эмку. И оно мне кажется великовато. Или это модный оверсайз? Как почувствовать эту грань между оверсайзом и большой одеждой? Как будто с маминого плеча. Не знаю. Платье мне нравится. Может его немного укоротить? В общем, буду думать. По качеству вопросов нет. И снова коробочка. Как я люблю все в коробочках. Это же смарт-часы. Или фитнес-браслет, или фитнес-трекер. В общем, все вместе. Очень крутая штука. Сейчас я вам о нем расскажу. Я когда заказывала этот браслет, я все подробненько изучила. Первое. Он измеряет кровяное давление, артериальное давление и сердечный ритм. Второе. Он подсчитывает количество калорий, которые вы употребляете или теряете. Третье. Он замеряет количество ваших шагов и дистанцию. И четвертое. Самое классное. Его можно связать с вашим телефоном. И тогда он будет принимать смс-ки, уведомления о приложении и напоминания календаря. А еще он может управлять камерой вашего телефона. Что значительно упростит создание фоточек. И плюс к этому ко всему, он еще водонепроницаемый. И когда я прочитала все его характеристики, мне тут же его захотелось. Да я пока говорила о нем, мне еще раз его захотелось. Мне нужно потребовать с них денег за скрытую рекламу. Короче, теперь самое главное не забывать его носить. А то положу на полочки и будет он там лежать. Следующее, что я заказала, это спортивные леггинсы. И многие сейчас подумают, о, фитнес-трекер, спортивные леггинсы. Афинка что за ум взялась, перестанет есть сладости и пойдет наконец-то похудеет? Если бы это было так, я каждый раз покупаю себе спортивную одежду в надежде пойти в зал. Который, между прочим, находится почти в соседнем доме. Но эта ленивая задница никуда не хочет ходить. Надеюсь, эти классные леггинсы меня смотивируют. А они действительно очень классные. Ткань качественная, плотная. На коленках не вытянутся. Я взяла, как всегда, эску. И они сели идеально в обтяжку. Я даже надеюсь, что они капельку потянутся, чтобы было еще комфортней. Что это у нас тут замотано в 10 слоев? Боже. Тут еще две коробочки. Это что, лампа упала? Я надеюсь, она не разбилась. Камушки и пальма. Ты, огромная лампа. У меня все, я вспомнила. Это увлажнитель воздуха. Вот. Это прикольный увлажнитель воздуха в виде лампочки. Крутяк. Надо опробовать. Короче, тут вот сколько деталей. Вот эта мягкая трубочка вставляется в пластиковую. В саму лампочку насыпаются декорации, которые идут в наборе. Наливается вода и закручивается лампочка. И вставляется в питание. Тут USB-шный провод. Как же классно! Она еще и с подсветкой. Крутой увлажнитель. Так, я же еще могу и декор внутри свой сделать. Точно. Засуну туда свою DIY-ку, когда надоест смотреть на эти камушки и пальму. Так, вторая коробочка. Инструкция. И гирлянда. С каких это пор к гирлянде инструкция прилагается. Интересно. А, тут еще что-то есть. Тут какие-то две пластиковые штукенции. Наверное, для них инструкция и создана была. Все. Больше ничего нет. А где вилка для розетки? Я не поняла. Тут какой-то блок. Я поняла. Это, по-моему, солнечная батарея. Когда я заказывала эту гирлянду, я как-то не обратила внимание, что у нее нет вилки и что она на батарее. Интересно, она хоть работает? Ой. Закорилась. Она просто, скорее всего, разряжена, поэтому не работает. Так. Где инструкция, которую я выкинула? Вот. Вот эти две штуки между собой соединяются. Гирлянда крепится вот так. А вот эта куда-то вставляется. Мне кажется, эта гирлянда не для квартиры, а для дома. Ну, точнее, для двора. Получается, развешиваете гирлянду и вставляете вот так вот в землю. Вот это острие. И на солнце батарея заряжается, и тогда вечером нужно включать гирлянду. Точно. Но в моем случае можно развесить гирлянду на окне, а вот эту штукенцию вставить в цветочный горшок. И тогда с окна будет солнышко проникать и заряжать батарею. Точно. В общем, прикольная штука. Надеюсь, будет работать. Следующий мой заказ – это летний комбинезон. Я его так ждала. Но ждала его летом, а не осенью. Интересно, он стоил у моих ожиданий или нет? Нет, не стоил. Во-первых, я в него еле влезла. В бедрах комбез не хотел проходить. Но когда я его надела, он оказался по размеру. Это значит, китайцы пожалели молнию. Она заканчивается вот тут. Если бы ее продлили в бедрах, не было бы проблем. Я уже вижу, как кто-то в комментариях набирает, что проблема не в молнии, а в том, что кто-то много ест. Но это не единственная проблема. Посмотрите на этот ужасный верх. Что с ним не так? Да все с ним не так. Он ужасно топорщится. И хоть подтягивай бретельки, хоть расслабляй, лучше от этого картина не становится. Так на сайте этого не видно. Вы только посмотрите на вот эту хитрую модель. Она подмышкой держит сумку, а вторую подмышку прикрыла. И не видно, что там топорщится, а что не топорщится. Хитрые китайцы. Следующее мое приобретение – это новая шторка для ванной. С милыми и аппетитными пончиками. И, конечно же, вы уже догадались, зачем мне третья по счету шторка. Конечно же, для фона. Мне так понравились предыдущие фоны. А многие вообще подумали, что это хромакей, то есть зеленый экран. Так смешно было читать комментарии, типа, Алина, хромакей-то не твое, ты не умеешь пользоваться зеленым экраном. Да это всего лишь шторка. Пончики, конечно, вообще супер. Я, кстати, еще два фона заказала. Сейчас я их найду. Вот он первый. Сейчас я его открою. Цвет вообще шикарный. Это уже не шторка для ванной, это обычная ткань. Это декор в комнату, типа, ковер на стену. Но не тот ковер из Советского Союза, а классное украшение с крутым принтом. Здесь, типа, деревянные доски, а сверху нарисованы маки. Очень круто смотрится. Сейчас найду еще один фон. Вот он, какой классный. Это я заказала на осенние видосики. Очень круто будет смотреться. Мне кажется, он такой атмосферный, осенний. Кстати, я заказала вот эти тканевые фоны, а не шторки для ванной, для того, чтобы попробовать их вешать не только на стену, но и стелить их на кровать, когда я снимаю видео в другой локации. Надеюсь, из этого что-нибудь выйдет. В любом случае, вы сами все увидите. И последнее мое приобретение это кухонные весы. Обычные электронные весы. К ним еще в комплекте батарейки шли. Это так редко бывает, что в комплекте еще и батарейки кладут. Я их заказала для своих фудхаков. А то иногда нужно что-то взвесить, а у меня весов нет. И приходится вымерять все ложками или стаканами не очень удобно. А теперь все будет гораздо проще и быстрее. Это были все мои посылки на сегодня. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и напишите какой-нибудь приятный комментарий. До встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok